Сейчас к другим новостям. Впервые в небо. В Англии свой первый полет совершило самое большое в мире судно. Air Lander 10. Air Lander 10. Air Lander 10 совмещающий в себе самолет и дирижабль поднялся в воздух с аэродрома Кардингтон в английском графстве Bad Forcher. Изначально полет планировали на 14 августа, но тогда он не состоялся по техническим причинам. Самолет дирижабль изначально разрабатывался как разведывательный летательный аппарат для правительства США. Но проект заморозили из-за сокращения оборонных расходов. После этого весной прошлого года британская компания Hybrid Air Vehicles запустила компанию по возрождению проекта. И вот самолет дирижабля стал реальностью. Длина судна 92 метра. Это на 8 метров больше предыдущего рекордсмена Ан-225. Air Lander может развить скорость до 148 километров в час и подняться на высоту до 6 километров. И это при массе около 20 тонн. Объем аппарата в 38 тысяч кубических метров заполняется гелем. А чтобы все не взорвалось, как это бывало в истории 20 века, обшивку сделали из особо прочных материалов. Слоями положили углеродное волокно, майлар и кевлар. Особое выравнивание кристаллов атомов придает материалу большую прочность на растяжение. Air Lander'у не нужен аэропорт. Он может взлететь и садиться вертикально, в том числе на воду. Он может забраться в самые труднодоступные точки планеты, куда может доставить до 10 тонн грузов. А еще он может спокойно зависнуть над точкой на 3 недели. Air Lander может стать и пассажирским транспортом, одновременно перевезти, возможно, до 50 человек. Но в современных условиях это просто смешно. Максимум это будет прогулочное судно. Эдакий экзотический аттракцион для тех, кто готов отдать кругленькую сумму за то, чтобы покататься на дирижабле.